А потом пытались этими ключами отпилить какую-то дверь? Или они были все уже открыты? Я думаю, что они уже были открыты в это время. В 50-е и 60-е годы мы отдали очень много ключей от крепостей турецких, которые были на территории Болгарии. Нашим братьям-болгарам мы их передали в знак дружеского такого жеста. В 1950-е годы? Да, в 50-х годах. И, к сожалению, часть этих уникальных реликвийных ключей оказалась сейчас в Болгарии. Спасибо им. Да, не научил. Это Павел I, его эпоха. Гренадерские шапки, как Пушкин писал о шапках этих, сияния шапок этих медных, насквозь простреленных в боях. Во время боя? Во время боя, да. Так они же мешали, наверное, или как? 18-й век – это война в кружевах. Это не просто вылез из окопа грязного и кинул гранату. Когда шли противники, одетые в красивые мундиры, кружева, потому что реально были кружева. И нужно было выдержку и терпение, чтобы сблизиться настолько, чтобы дать последний выстрел. Вот противник на дальнем расстоянии бы тебя выстрелил, шеренги вот эти вот, и не попали все. А ты приблизился еще ближе и выстрелил, и выбил массу противника. Это еще была вот такая выдержка, да, поэтому должно быть все красиво, парадно. Знамена, флейтисты, барабанщики – это… Огнушающие. И вот эти гренадерки, они, в принципе, особенно для гвардии Павловский полк был популярен, потому что во время войн с Наполеоном Павловский полк практически весь полек в сражениях в Пруссии. Им сохранились шапки, пробитые картечью. Так вот, император Александр I приказал эти налобники передавать из поколения поколение в полку. То есть сукной стлевало, а налобник хранился, и все они подписные, кому они первоначально принадлежали. И вот последний наследник русского престола, цесаревич Алексей Николаевич, вот для него была сделана такая же вот шапочка лейб-гвардии Павловского полка. Он, ну, мальчик, поэтому шапочка миниатюрная, но все, вот все элементы, все знаки здесь различия. Вот такая изящная, красивая.